здравствуйте мои дорогие ну вот наступило уже рождество я конечно вас всех поздравляю желаю вам только добра тепла чтобы вас окружала только-только-только красота любовь ну и чтобы вы были счастливы конечно здоровье обязательно здоровье все знают кто болел когда-либо знает что или кто-то из близких болел то знают что без без здоровья ничего не будет конечно удачи удачи тоже нам нужно иногда вот ты думаешь вот 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 только бы еще бы чуть-чуть удачи было и все бы было нормально но вот этого чуть-чуть удачи вот всегда чтобы у вас было и конечно мира нам всем спокойствие стабильности и какой-то вообще нормальности хочется просто вот нормальности обычности да не будем никогда пугаться и жаловаться на рутину я вообще последнее время так и отвечаю с кем давно не говорили к звонит кто-то из друзей из родственников спрашивает как у вас я говорю все по старому все без изменений значит все хорошо лучше уже даже так так вот вы видите опять я сижу под елкой это к чему это это к подарком наверное да опять я буду хвастаться подарками ну да в принципе вы угадали пара дней тому назад я пошла уже не за хлебом в этот раз пошла купить орехи потому что мы мы не едим молочки и для нас все что соус молоко творожок майонез все мы я делаю из разных орехов и понятно что достаточно часто я покупаю вот это добро не только хлебушку за хлебушком хожу так вот пошла я за орехами а напротив рынка на котором я покупаю орехи есть магазинчик тоже из моих любимых точек орхидейных и конечно ну как вы думаете как не зайти зашла понятно дел было уйма но все равно я зашла и и приглашаю вас со мной я чуть-чуть поснимала посмотрите что я там нашла ну конечно кто будет терпелив в конце подарки покажу свои под елку вот не думала не гадала но смотрите куда я зашла это еще один мой любимое такое местечко орхидейные это мы находимся для девочек в кишиневе мы находимся на армянской тут у ивана ивановича всегда очень интересные бывают сорта я иногда и бабочек пилоров тут находила черный медвежонок тут красивый ну конечно я на розовые смотрю ой ну как как жаль что у меня очень мало батарей на телефоне так что надо будет снять быстренько вам а быстро ну как тут снимать быстро вот сразу покажу вам что я видела вот эту я думала вообще что бабочка у нее как бы как защитчики но нет вот тут лека тут какие-то вот малиновые вот эти вот очень интересные что-то новин какой-то новый сорт не видела вот я такого вот смотрите кто пилор альбуфейрон не полный один цветонос полный пилор а вот второй цветонос полу стандартный полу пилор но по-любому красивый довольно нормального качества вот еще красавица темненькая тоже на него на нее я посмотрела вот это тоже такая интересная потому что очень контрастный очень контрастный цветочек вот на камере видно что это фиолетовый а так и в живую когда смотришь как будто белый чёрно-белый не знаю как зовут я сурсонг вот сурсонга я знаю ближайков вот это по моему line light красота так что такой быстренький обзорчик успею вам снять пока у меня не разрядиться совсем телефон вот смотрите вот как будто какая-то вот губка тут как тунис как моя губка по моему что у меня такая бабка с пятнышками сейчас не новый привоз ну вот это очень интересное что тут такое какая-то форма лепестков интересная да это необычный какой-то красивый вот нептунчик конечно нептунчик а вот у меня есть пилор и лампочка пилор такой как или открытый пилор или были закрытая бабочка такс кто еще у нас смотрите какая гигантка бледно-розовая боже обожали таких кто еще тут у нас тоже вот такая пестренькая опять лего фантастик но такой яркий такой красивый такс феррарка там видно вот она наверху опа опа смотрите вот он наш красавица и еще с корнями ты пойдешь со мной наверное мальчик мы а то какой-то ты сорт такой необычный не хочется тебя оставлять вот видите все таки что-то нашли и еще сейчас вам тоже еще покажу что нашла пока что вот все остальное все такое обычненькое а в другом зале давайте посмотрим еще вот это очень интересно такая у нее цвет очень интересный и губа очень яркая и неончик у колонки очень красивый ну тут вот еще вот эти красавица какой-то вот какой-то вот такой сорт я не видела до сих пор очень интересный прямо на него и в прошлом в прошлый раз как-то была тоже тут я видела очень похож на папайю но папайя более рыжая вот это были золотой но вот губка тоже такая неоновая с полоской красивый невысокий сорт вот от мемесис красивый горизонт красный еще кто у нас тут вот из этих я их путаю сорта вот валкион помните я вам показывала мою желтенькую и говорила что я думала в начале что это валкион а вот валкион вот она какая красная хотя смотрите тут какой контраст с желтым я не помню на своей там и не сильно пахнет но они сейчас тут им наверное прохладно и это diffusion тут несколько и одна саша красивая тоже чармер да вот этот биглип тоже интересный похож на сангрию но биглипчиком такс и вот кого я еще нашла санта-русу пилор но он у меня есть у меня есть и бабочка и пилор но как то вот думаю сейчас спросим цену если да наверное как то жалко оставлять вот вот я все на эту красотку смотрю и чуть-чуть приподняла тут имя Будда ну Будда всегда какой то или бронзовый или еще какой то вот тут просто Будда интересно да он очень красивый он такой необычный и не желтый и не рыжий интересный очень тут еще поляночка мелких но интересных смотрите давно не видела я вот эту красотку забыла уже санта-русу тут прям тоже в мутации какой то рюшистый такой вот 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 бежевенькая такая вот смотрите она как моя как orange blossom или нет pink flamingo такая неоновая яркая вот этот красавчик такой такой смешной и интересный и вот эту красотку я уже пару раз видела ее даже интересная такая и она всегда ее мало так по одной но что-то тоже новенькое и интересное такое она мультифлёрка тоже от не месяц а вот это тоже это прям смотрите как какая губка тут такс фокус я хочу увидеть красоту да красивый очень красивый такой нежный нежный цветочек вот такая у меня есть мне подарили санта-россом и внизу вот еще много красоты зоро вот это точно как мой orange blossom видите очень-очень интересный оттенок прям необычный я на него всегда прям гляжу ну хорошо что мне посчастливилось найти бабочку такс кто еще тут у нас такс кто еще тут у нас вот взоро тут очень красивый тоже он у меня есть нравится он мне он очень классно уже будем знать что это он он тоже необычный и красивый ну так вроде бы все посмотрели покажу уже вам дома что себе выбрала хорошо до скорого ну как вам обзорчик понравилось как вы думаете кого я забрала ну конечно конечно не буду томить конечно пожара пожар чека моего pink pink fire как я его называю я его забрала домой ну вы знаете что один у меня погиб мой первый второй как бы ну тоже не прямо такой идеальный но я уже поняла что это сорт такой чуть-чуть капризненький и конечно я подстраховалась и взяла вот еще этого красавца корни посмотрим когда попоем потому что иногда вот бывает такое что видны такие вот зеленые а потом там они не очень-то живые но мне кажется что тут все будет в порядке вот есть тут какие-то циферки вообще не то что что было на на моих там одного я даже с с биркой и с номером там что-то с м даже вот тут листочек растет он розетка такая более такая здоровенькая чем моя так что конечно я взяла тут и паутинка ну как всегда вот тут еще один цветоносик его почему-то отрезали так даже тут почка какая-то вот подозрительно сняли чешуйку может это они что-то экспериментировали что-то ну не знаю что они там делают в своих лабораториях ну конечно я надеюсь что они борются вот за такие сорта когда получается такой сорт ну лучше всего конечно усовершенствовать его чтобы он был ну лучше приспосаблялся лучше вот адаптировался в наших такс конечно уже боюсь чтоб не ну там соринка какая-то вот смотрите красавец неончик и все все при нем мой мой только-только отцвел мой красавец пожар и конечно вот ну наверное я очень быстро отрежу цветоносом очень хочу чтобы он адаптировался получше и рос пошел в рост так что я буду буду любоваться своими своими растениями своими домашним цветением а вот вот эти хотя тут смотрите тут прям даже есть какие-то вот более такие пожухшие и вот даже вот этот как бы его как как в чемоданчике его смотрите разложили его там даже не могу снимать видите он какой побитенький ну вот так что наверное не буду я такс друг второго кого кого я забрала тоже я же говорила что не оставлю у меня только-только расцвел мой на следующей неделе обязательно вам покажу несколько из моих миник красавиц там и бабочки и пилоры и вообще красавицы еще те и там у меня вот ну почти что вчера или позавчера распустил один цветочек мой санта-роса пилорик так что вот покажу вам а пока что и тоже то же самое я подумала подумала не очень даже вот когда я увидела его в домашнем и потом увидела в прямо практически в тот же день я увидела его в магазине когда он у меня дома расцвел а дома вы знаете намного интереснее вот этот розовый он более такой благородный какой-то больше бежевого в нем что-то вот такого интересного вообще вот я наверное я так многих ну могу сказать не знаю что интуиция хорошая или не знаю но многие цветочки я просто как бы я вот смотрю на них я не не сразу влюбляюсь но я уже вижу какую-то перспективу я вижу что этот цветок может меня вот удивить в домашнем цветении и поэтому иногда вот покупаю потом да и потом бывает такое что прямо не разочаровывают ну бывает и наоборот конечно всякое бывает вот из того же сорта ну не того же сорта что в смысле тот же сорт а в смысле что такого же типа я посмотрела на цветочек и подумала что он может выдать очень интересные домашние цветения так что подумала взять его покажу сейчас кого вот кого я еще забрала с собой вот этого красавца который ну очень красивый прям очень интересные оттенки обалденные и у которого есть даже имя вот оно Будда и смотрите вот Будд таких я вроде бы у азиатов есть несколько вот бронзовый Будда там еще какой-то Будда ну смотрите такого Будда я не встречала даже ну как не встречала в смысле ни у кого не видела не слышала вот он такой потому что если сильно приближаюсь то он становится белее какой-то бледнее вот смотрите губка ну очень похожа на папайю я найду фото поставлю тут фото папайи и смотрите а папайя рыжая а он он тут такой золотисто-бежево-персиковый такой очень интересные оттенки вот весь переливается весь искрится а губка прямо и поэтому мне показалось то он вот ему бы подошло имя мангу потому что на папайю похож ну логика такая у меня видите а он-то Будда вот и не знаю мне показалось что будет что-то интересное вот в домашнем цветении конечно я бывает и такое что потом разочаровываюсь ну как не то что разочаровываюсь ну жду чего-то чего не дожидаюсь потом конечно продаю дарю вот эти цветочки так что ну такой красавец мне кажется он он порадует еще вот смотрите мои подарочки вот они так смекаю их сейчас вот так красота а вы помните на на то рождество у меня тоже были тоже три цветочка и все в розовый а смотрите тут какая картина интересная видите тут более теплые тут тоже такие все интересные все вот картинах как бы такая более однотонные ну как не прямо однотонные но вот приблизительные тона такие интересные хотя они очень разные все смотрите и вы знаете ну по очень хорошей цене очень хороший вот это вот помню точно что он был 150 а 150 это это сколько это семь семь с половиной евро получится это вообще задаром красота так что вот у Ивана Ивановича всегда вот и цветки цветы интересные можно найти вот кто из Кишинева по улице Армянской поищите вот магазинчик цветочный это ниже центрального рынка по армянской ну вот там всегда много вот такие завозы прям иногда неудобно рыскать там искать ну бывают и если там приглядеть если вот иметь терпение и поискать то можно найти и бабочек ну вот видели сейчас был пилор альбуфеер такой полу на один цветонос но все равно ну красивые вообще красотки ну вот похвасталась еще раз вас всех поздравляю желаю вам всех благ чтобы у вас было всегда все самое лучшее все самое прекрасное и мы увидимся с вами очень скоро ну все пока пока пока